Друзья архолюбы, здравствуйте! Не знаю для кого как, но лично для меня каждое цветение любой из котлей это самая настоящая орхидейная победа. Поэтому, когда я в начале лета обнаружила на потенарий крейшен вот такое зрелище, то моему изумлению и ликованию не было предела. Удивление мое было обусловлено еще и тем, что никакого чехла у котлеи ранее обнаружено не было, ни из одиночного, ни из двойного листа, а у этой котлеи имеют цвети другие. Он просто рос себе спокойно из новой туберидий, и я даже в начале и не поняла, что это цветонос, а не новый лист. Вот такие, оказывается, бывают чудеса орхидейные. Цветонос развивался медленно, или мне изнывающее от нетерпения так казалось, но рос длинным, 23 сантиметра, крепким и старательно формировал два крупных, продолговатых розово-персиковых бутона. Изрядно мне пришлось попереживать, все боялось, что орхидеи вдруг вздумают проявить капризный нрав и засушить их. Но они, вопреки моим страхам, продолжали прилежно набухать. Котлей же у меня в коллекции немного. Так немного, что сын в шутку называет их орхидейные национальные меньшинства, как и редкие экземпляры пафиопедилумов. В основном же у меня закрепилось подавляющее господство фаленопсисов, но сейчас речь не о них. И пока я старательно пытаюсь продемонстрировать вам величину созревших туберидий и толщину цветоноса, признаюсь, котлей у меня мало вовсе не потому, что они мне нравятся меньше. Я буквально покорена царственной красотой их цветов. Но те, что я приобрела давным-давно самыми первыми в азиатских подростках, цвести у меня упорно отказывались, какие бы танцы с бубнами и ухищрения в уходе я не предпринимала. Поэтому с расширением котлейного сегмента коллекции я притормозила. Пусть сначала зацветут те, что я уже имею, а там поглядим. И они потихонечку так начинают зацветать. Вот и одна из этих несговорчивых котлейных красавиц спустя два года после поселения в моей коллекции решила меня порадовать. Что называется, цветение нагрянет, когда его совсем не ждешь. И какая же это оказалась красота! По фотопоставщика она мне казалась милым таким розовым очарованием, а вживую оказалась королева. И сразу я хочу поправить себя. Хотя я и называла уже эту орхидею упрощенно котлеей, и это неверно. Растение это патинара. Патинара – результат скрещивания межродовых гибридов бросоволы, котлей, лелий и сафронитисов. Как видим, котлей это растение является, строго говоря, всего лишь на одну четверть. Все перечисленные мной орхидеи волшебно прекрасны, и селекционеры ожидали, что результат, а именно патинары, соединит в себе самые прелестные качества родителей. Однако их ждало горькое разочарование, потому что их мечты воплотились лишь в совсем небольшом проценте потомства, а устойчивость самых замечательных качеств родителей проявилась в еще меньшем. В общем, пришлось им изрядно попотеть. И лишь с открытием орхидеи котлея Миллер в истории выведения патинара появились новые возможности, дающие те самые ожидаемые отличные результаты. Но вот в 2008 году род орхидей сафронитис объединились с родом котлея, поэтому названия гибридных орхидей, у которых одним из родителей был сафронитис, упразднили. И теперь в каталогах орхидей не встречается таких названий, как патинара, сафролелекотлея и сафрокотлея. Они уже часть орхидейной прекрасной истории. Однако свою орхидею я покупала именно как патинара, поскольку история ее создания началась раньше 2008 года и называть буду именно так. Итак, со сложностями идентификации этой прелестной орхидеи мы разобрались, поэтому пора перелистать страницы ее биографии, которая не менее интересна, чем ее название и восхитительная цветущая внешность. Патинара с красивым названием Крейшен, что в переводе означает создание, была зарегистрирована 30 лет назад, в 1992 году, компанией Кимбара. В родителях пламенная красотка с огромным бархатным жабо, ринхо лелия котлея, жизнерадостность и нежная прелестница сияния Орглинда. Видовой состав насчитывает четырех представителей рода котлей. Золотистую звездочку котлей Бригер, сиреневую нежность котлей Валкирианы, котлею Девиану, умелая, играющую на цветовом контрасте желтого и красного и изящную принцессу котлею Варшевича или по-другому котлея Гигантская. В орхидейном мире наиболее известны такие варитеты этой орхидеи, как Творение Выбор Лета, заслужившее ни много ни мало четыре награды с 2005 по 2011 год и Творение с трудно произносимым для меня китайским наименованием она удостоена двух наград с 2009 по 2011 год. В настоящее время, как я уже говорила, такого наименования, как Патинара, не существует. Общепризнанным считается название ринхо лелия котлея создания. Правда, мне все время так и хочется добавить прелестное создание. А раз очень сильно хочется, то я буду. Это ведь моя орхидея и мой канал. Надеюсь, что Вы не сильно против. Да и как же не назвать ее прелестной, если это на все 100% соответствует истине. Цветок ее довольно крупный, где-то приблизительно 13 сантиметров в диаметре, что позволяет орхидеи быть весьма заметны даже в компании других цветущих орхособратьев. Сипалии заметно уже питалии. Они ровные, гладкие, со слегка заостренными кончиками. А вот питалии орхидеи позволили себе изрядную долю фривольности, собрав краешки немыслимо воздушными рюшами цикламенового шелка. Но взгляд прежде всего приковывает губа. Она действительно напоминает огромное жабо с брошью колонкой посередине. Вверху оно более воздушное, словно бы собрано из нежных светлых кружев, а внизу заканчивается темным винного цвета бархатом. Некоторым я знаю не по душе котлей с такими большими рюшитыми губами, а мне нравится. Посмотрите, какую цветовую гамму удалось разместить орхидеи на своем цветке. Здесь и лиловый крокус, и цикламен, и прячущаяся в шелковых складках персидская сирень. Губа тоже постаралась на славу, как-то удивительно гармонично разместив нежнейший розовый наборках вверху, карминно-красный, который тонкими лучами окружил колонку, загжигая вверху яркую неоновую вывеску. И, конечно же, потрясающее броское сочетание канаречно-желтого и темно-бархатистого пурпура. А как, надеюсь, вы это видите, сияют крошечные аметистовые звездочки на шелке цветка. Ну, и кто же станет спорить, что это создание именно прелестное. Увы, не сохранилось фото от поставщика, но там было что-то вроде этого. Нежное-нежное, почти розовое. Моя патинара гораздо ярче. От нежно-розового она наотрез отказалась. Броская такая, заметная девица. А уж как она обожает парфюм! Друзья мои, патинара создания ароматной орхидеи. Даже мое неисправно работающее обоняние могло услышать этот дивный аромат. Все его нюансы сейчас, конечно, я слышать не могу, но он очень приятный, цветочно-сладкой, без всякой там цитрусовой нотки, так свойственной многим ароматным фаленопсисам. Какие-то сладковатые, но неприторные из-за присутствия цветочных нот экзотические фрукты, слышу я, спелая мякоть которых и источает эту сладость. Если вы совершенно новичок в орхидейных делах, но вам непременно хочется чего-нибудь эдакого котлейного, то патинары будто специально созданы для вас, орхидейных чайников. Они считаются самыми легкими в уходе и как только достигнут возраста цветения, то будут цвести с каждой туберидии, не требуя ни значительного понижения температур, какие у меня в июне были понижения, одни сплошные повышения, ни длительного периода покоя. Мое орхосоздание, как и все патинары, достаточно компактно, несмотря на то, что туберидии у нее крупненькие, округлые и симпатично налитые. Шаг-резом у нее маленький, растет строго по горизонтали, и вся она такая аккуратненькая, симпатичная и очень жизнестойкая. Это вам не фаленопсисы, у которых то листья солнцем подпали, то гниль, то еще какая иная пакость приключится. Котлей, а патинары в особенности, стойкие такие орхидейные солдатики. Даже клещи, которые атаковали мое орхидейное царство с немыслимой жестокостью, ни разу еще не покушались на жесткие, словно пластмассовые листья котлей. Котлея, если вы получите ее здоровый, неубиваемое растение. Нарастить корни для нее плевое дело. Единственное, не все из них легко зацвести в домашнем уходе. Но патинары не бойтесь низ их числа. И мое создание яркое тому подтверждение. Ничего такого особого, сложного именно с ней я не вытворяла. Пересадила в кору и поливала раз в неделю. Подкармливала, конечно, как и все иные орхидеи. Никакого индивидуального внимания, как, например, с голубым бризом и аметистоглоссой. И, как видите, чудо свершилось. Обожаю орхидеи за их способность одаривать нас подобными чудесами. Когда смотришь на этот большой экзотический цветок, всегда думаешь, насколько же щедра природа и умелы человеческие руки. Не мои, конечно, а селекционеры. Создавшие столь совершенное орхидейное создание. Дорогие мои, а как у вас складывается дружба с котлеями? Есть ли у вас патинары или, может, вы только задумываетесь об их приобретении? Буду рада узнать об этом из комментариев. Всем побольше чудес орхидейных и разных. Приходите ко мне снова полюбоваться на мои. Буду ждать. Ваша Алина. Субтитры создавал DimaTorzok